Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, 8 декабря, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 31 по 34. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о сыне человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, евангелист Лука передает слава Господа о предстоящих ему страданиях, смерти и воскресении, сказанной ученикам «дорогую близ Иерихона» по пути в Иерусалим. Перед большими праздниками в Иерусалим обыкновенно шло множество путешественников, и Иисуса Христа, как прославленного чудотворца и учителя, вероятно, сопровождало большое количество народа. Но Господь, не желая открывать народу то, что хотел еще раз поведать своим ближайшим ученикам, отзывает учеников своих одних, дабы наедине сообщить им о том, что в Иерусалиме должно совершиться все написанное о нем пророками. Византийский богослов Ефимий Зигабен отмечает, что Господь, восходя уже на страдания, опять предсказывает ученикам то, что с ним случится, чтобы таким частым предсказанием уменьшить их сильную скорбь. Говорит же с ними наедине, потому что не должно было знать об этом многим, чтобы они не соблазнились. Если ученики, слыша это, смущались, то гораздо более смущался бы народ. Говоря о том, что он подвергнется поруганиям, будет осужден на смерть и предан язычникам, Господь подразумевал римлян. А именно прокуратора Понтия Пилата и его солдат. Иудеи не имели права предавать кого-либо смертной казни. Они могли лишь вынести смертный приговор, требуя его исполнения от римского прокуратора. Спаситель возвещает ученикам о своей предстоящей смерти, чтобы они, когда настанет день страдания, оказались готовыми к происходящему, будучи предупреждены о том, что это должно случиться. Потому что всякая невзгода, которая вдруг возникает перед людьми, кажется безнадежной и неодолимой. Однако, когда мы приготовим себя к ней, и она приходит ожидаемо, мы воспринимаем ее легче. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что Господь говорил обо всем грядущим ученикам, чтобы они, укрепленные ожиданием, тем удобнее перенесли его страдания, и чтобы нечаянное приближение последнего не привело их в крайнее смущение. Вот почему Он сначала говорил им только о смерти своей. А когда они начали помышлять об этом и приготовлять себя к ней, тогда раскрывает им и все прочие обстоятельства, для того, чтобы они, видя исполнение печальных предсказаний, ожидали в силу этого и воскресения. Следует особо отметить, что Господь сообщил ученикам не только о предстоящих Ему страданиях, но и утешил их известием о грядущем воскресении. Он знал, что Его отдадут на поругание, но также знал, что Его ожидает и слава. Он знал, на что способна человеческая злоба, но также знал, что может совершить сила Божия. Не в первый раз говорил им об этом Иисус, но как прежде, так и теперь они не могли уразуметь сказанного. Им представлялась идея о победоносном царе, и они все еще цеплялись за надежду, что в Иерусалиме Он применит всю свою власть и силу, чтобы стереть с лица земли всех своих врагов, а потому слова Его были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Тем не менее, Господь говорил с ними о грядущем, потому что это представляло несомненную пользу для их утешения. Блаженный Феофилакт пишет, «Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь, и утешитель, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе». Господь открыл нам вход в Царство Небесное, к вечной славе, путем своих крестных страданий. В этом заключается великое милосердие Божие. Все наши малые подвиги и страдания ради Христа, которые мы несем и претерпеваем в повседневной жизни, имеют для Бога особую ценность. Постараемся же, дорогие братья и сестры, совершать эти подвиги достойно, с молитвой и терпением, как и подобает христианам, дабы сподобил нас Господь быть причастниками Его торжества и славы. «Помогай нам в этом, Господь!» «Благослови, Душа моя, Господа!» «Благословенеси Господи!» Продолжение следует...